Здравствуйте, друзья! Я очень большой любитель применения разных теоретических моделей и концепций в практической жизни, и поэтому с большим вниманием отношусь к такой теме, как теория игр. И она достаточно давно уже используется, в том числе и в международной политике, и поэтому мне казалось, что я был сторонником наших российских властей, однозначным сторонником, потому что мне казалось, что они, ну, как бы вот, исповедуют альтернативный вариант такой развития цивилизации, и это могло очень положительно сказаться на способности человечества к развитию, дальнейшему и вызыванию. Я достаточно долго работал на фондовых рынках, и поэтому вот эти все нюансы, связанные с нынешней финансовой моделью, с моделью таких пузырей, понятно, что это, ну, не лучший способ и путь развития человечества, потому что это, ну, убивает и анализаторы, и, ну, по большому счету, людей превращает в какие-то такие существа, которые нацелены исключительно на материальные ценности. И мне казалось, что наличие альтернативы – это классная штука. Но, к сожалению, вот человечество столкнулось с новым вызовом, с ковидом, и мы обнаружили с вами, что, несмотря на кажущиеся противоречия там между Соединенными Штатами и Россией, в действительности и Соединенные Штаты, и Россия, и тот же Китай, они исповедуют один единственный подход, подход этот связан с принудительной вакцинацией. Ее так не называют, но по факту все идет именно к этому. Тот человек, который не согласился проходить вакцинацию, тот сразу же становится изгоем общества. И сегодня люди уже начинают делиться не по национальностям, а начинают делиться по своему отношению к этой проблематике. Я не противник вакцины. Однозначно совершенно я сторонник вакцины. Сторонник ее правильного применения. Мне кажется, что для того, чтобы человечество достаточно эффективно справлялось с этой заразой, нам необходимо пользоваться как внешним иммунитетом, то есть прививками, так и внутренним иммунитетом. Если у людей, которые уже столкнулись с этим заболеванием, переболели, либо они бессимптомно переболели, иммунитет сформировался, и это подтверждается высоким титром антител, то таким людям нет необходимости проходить вакцинацию. И это не моя точка зрения, я бы не стал ей слишком сильно дорожить. Это точка зрения врачей. Многих практикующих врачей, некоторые из которых сами вакцину как бы себе не ставили еще, потому что они прекрасно понимают, если долгосрочно смотреть на эту проблематику, то если переболевший человек имеет вероятность заразиться от 0,3 до 0,7%, то в принципе это означает, что эта зараза, с ней может справляться человеческий вид, достаточно эффективно может справляться. Безусловно, мы не должны думать только сами о себе, о тех людях, у которых высокие титры антител, я переболел больше года назад, например. Но нас сейчас ставят в те условия, когда, если полгода назад я мог получить медотвод от вакцинации именно в связи с тем, что у меня высокий титры антител был, то сейчас уже, ну, не гласно, гласно там как бы, ну, фактически уже гласно, потому что, ну, московское правительство заявило о том, что медотводы будут выдаваться теперь централизованно, и высокий титры антител не являются основанием для медотвода. То есть, по существу, ну, как бы я не хочу никого ни в чем заподозрить, да, но создается впечатление, что безальтернативный вариант развития человечества, он все равно присутствует. То есть, ну, есть региональные элиты, они между собой там что-то бодаются за какие-то ресурсы, да, они там определенный торг между собой ведут, но вот есть вещи, которые не являются предметом для обсуждений. Под козырек взяли, там, принудительная вакцинация. Все, всех вакцинировать. По барабану, как бы, там, сохранится при этом, естественно, иммунитет не сохранится. Будем все сидеть на внешних, на внешних теперь иммунитете. Ну, привыкли же внешнее пищеварение, внешнее мышление, там, да, компьютеры, там, какая-то высокая кулинарная искусство, там, кухня, да. Теперь будет, вот, ну, появилась какая-нибудь зараза новая. Ну, вакцину, как бы, всем взяли, сделали, не дождавшись того, чтобы посмотреть, какие будут итоги этой вакцинации, да. Поэтому, на мой взгляд, здорово, что придумали вакцину, здорово, что ее используют. Действительно, процентов 70, наверное, из нас уже не в состоянии надеяться на свой собственный иммунитет. Но если бы задача ставилась в том, чтобы, ну, как бы, вот, динамично и эффективно развиваться, то, конечно, было бы такое отношение, что нужно сохранить как тех, кто является носителем естественного иммунитета, так и помочь тем, кто, чей организм с этим не справляется самостоятельно. И тогда можно было бы сделать классную штуку. Например, я сдал анализы, у меня высокий титр антител. Я прихожу за медотводом, сдаю кровь, например, для тех людей, у которых низкий титр антител, и которые, не дай бог, там, в реанимацию куда-нибудь попадут, может быть, там, плазма крови моя понадобится. Я принес пользу для них, обществу, да. Общество отнеслось с пониманием к тому, что у меня какие-то есть, либо связанные с образом жизни, либо связанные с какой-то генетикой, там, возможности справляться с этой заразой, да. И вот тогда бы было вот такое классное сотрудничество было бы и врачей, и руководство страны, и простых людей, и никто бы не чувствовал себя ущемленным. И легче бы было бы объяснять тем, у кого высокий титр антител, они бы могли союзниками становиться врачебного сообщества. Они бы говорили, ребят, ну, если у вас низкий, то надо прививаться, потому что, блин, я болел этой заразой, ну, действительно мучительная, как бы, штука, да. Вот я прошел через это, и я не очень понимаю. Сейчас вот в информационном особенном пространстве все вот эти сатановские, все вот эти вот Соловьевы, все вот это вот братья, которые, ну, как бы за большие хорошие денежки, как бы, рассказывают нам, настраивать нас друг против друга, все они вот сейчас ополчились на антипрививочников, не задумываясь о том, что там ребята, многие из них не являются никакими антипрививочниками. Они просто говорили вот примерно те же вещи, которые я сейчас говорю, да. Ну, блин, вы сейчас вот всех провакцинируете, да. Не дай бог убьется естественный иммунитет, потому что, ну, сами врачи говорят, чаще, чем раз в полгода прививку делать нельзя, потому что может убиваться естественный иммунитет. Ну, ребят, организм, он что там, примерно понимает, что если 175 дней прошло с момента прививки, то еще нельзя, а 182 уже можно? Ну, ну, как бы, ну, это же формальные какие-то вещи, которые к действительности не имеют вот эти вот все ограничения, никакого отношения. Я больше года назад переболел. У меня сейчас титр антител где-то 180-190. Ну, вот я сдал анализы, там 180, да, держится. Ну, могу я сейчас, вот, у меня начинают сомнения возникать относительно того, пойду я сейчас сделаю эту вакцину, потому что принуждаю, потому что не могу ограничены возможности трудовой деятельности. Да, пойду я сейчас ее сделаю, и что дальше? Каждые полгода буду ходить и делать. Вы уверены, что вам это лучше? Вы сами-то себе вот примерно прикиньте, посчитайте, как только вы всех вакцинируете, там, допустим, 140 миллионов человек, ну, пускай 100 миллионов человек, да? Раз в полгода нужно будет по два раза делать эту вакцину, да? Вы представьте, каждый день вы должны будете по всей стране вакцинировать 500-600 тысяч человек через некоторое время. Оно вам нужно. Вы считаете, что это приведет к тому, что снизятся ваши расходы на лечение или увеличатся? Второй момент. Все мы прекрасно понимаем, что огромные расходы уходят на лечение людей. Да, там приводятся цифры, что до 50 тысяч рублей, либо за день лечения, либо за весь курс лечения, да, тех, кто попадает в больницы, вот в среднем он такие расходы бюджет несет. Огромные расходы. Нужно их экономить? Конечно же, нужно. Но почему тогда те люди, у которых высокий титр антител, иммунитет сам справляется, они же остаются дома? Они же эти расходы все ваши, ну, как бы, на них-то бюджет не тратится? Почему вот пройдя через эти мучения, оставшись дома, вы на них денег больших не потратили, кроме как на то, что врач пришел на вызов там домашний, допустим, да? Почему к этим людям-то относиться неуважительно? Почему, как бы, вот, относиться к ним как к, ну, как сказать, вот без надлежащего уважения к тому, что они прошли через эти испытания? Они уже вот свою лепту в формировании вот этого естественного коллективного иммунитета, они же вынесли уже. А они становятся как изгоями в том случае, если они полагают, что если организм у них уже справился, да, и вероятность заболеть 0,3-0,7% составляет, то тогда и вакцинация их спасает только вот от 0,3-0,7% возможности повторного заражения. Не обидно, не вызывает это никакого возмущения или какого-то, ну, как бы, отторжения, там, условно говоря, да? Да, есть просто некоторое вот такое недопонимание, либо наоборот, понимание того, что всех нас во всем мире гребут под одну и ту же гребенку. Да, фармацевтам очень классно, чтобы все мы со временем являлись их постоянными пациентами, независимо от того, болеем мы или не болеем. И поэтому всех нас пытаются подсадить сейчас на эти уколы и фактически не оставить альтернативы для того, чтобы в мире сохранялись носители, сохранялся естественный, присущий человеческому виду иммунитет, который на самом деле гораздо посильнее, чем все, что может предложить медицина. Поэтому спасительная медицина необходима. Медицина, которая помогает людям с низким иммунитетом, необходимо огромное уважение врачам, огромное уважение тем, кто придумывает вакцину, но нет, к сожалению, никакого уважения к тем, кто применять вакцину собирается в принудительном порядке, независимо от того, как иммунитет конкретных людей справляется с этой болезнью. Вот то, о чем я хотел сказать. Еще раз хотел обратить ваше внимание на то, что ни в коем случае нельзя, это не должно быть поводом для того, чтобы, как у многих таких ярых антивакционщиков, которые начинают возмущаться, ненавидеть, начинают злиться, начинают обижаться, начинают демонстрировать негативные всякие разные эмоции. Нельзя так, ребят. Если вы собираетесь бороться с какой-то проблематикой, то делать это нужно с позитивом, ставя перед собой какие-то светлые и важные задачи, а не пытаясь просто, ну, как бы вот эту вот антивакцинную кампанию превратить в свое собственное, как бы, ну, вот возможность такую проявить свои закоренелые, ну, какие-то хейтерские, как бы, привычки. Вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы вот эта грань не была пройдена, да. То есть медики делают очень много полезного. Где-то там, на самом верху, на государственном уровне, на государственном уровне. Там есть уроды, которым человеческие жизни по барабану. Но вот их единицы в мире. Но они, к сожалению, диктуют всю политику, диктуют все, ну, как бы, вот, официальные тенденции, официальные направления в этой, в этом, ну, как бы, по борьбе с этой заразой. И придумали они ее или нет, это другой вопрос. Но, к сожалению, вот они загоняют нас в такое стойло, в котором у нас не остается никаких альтернатив. К сожалению, фактически это приводит просто к той же задаче, установке той же глобальной власти, просто немножко другими средствами. Жаль, что так, но злиться и ненавидеть никого не нужно. Нужно просто держаться всем вместе и стараться обеспечивать себе как можно более позитивные отношения к жизни. Спасибо, всем хорошего дня, до свидания, удачи!